Сегодняшний ролик про велосипед 15 автор традиционно для этого проекта начнет со своей душеспасительной беседы. Беседа будет не очень длинной, но включит в себя все важное, а затем эта беседа плавно перейдет на велотему и к ностальгическим воспоминаниям автора обо всех велосипедах, на которых он гонял с самого раннего детства. После этого, сегодняшний рассказ плавно перейдет к рулевой колонке нового футбайка и в конце прокатившись на нем, автор покажет вам интересные места. Всем привет! Сегодня у меня есть вот такой сувенир. И сегодняшнюю свою душеспасительную беседу я начну с воспоминаний. Я человек уже не новый в этом мире, и у меня их много. Скажу сразу, что я не являюсь никаким совкадрочером, но СССР вызывает у меня очень много теплых воспоминаний, хотя и были тогда и некоторые перегибы. Помню 1985 год, фестиваль молодежи. В ДК первого государственного подшипникового завода дружественная нам тогда Венгрия развернула свой клуб с кафешками, концертами и диковинными для нас тогда видеодискотеками. Очень много было иностранцев. А нам, чтобы туда попасть, надо было каким-то комсомольскими активистами быть. Или бы отойти к тем же иностранцам и сказать «Hello, how are you? Give me please one invitation». И всё. Можно заходить и развлекаться. Но. Было маленькое но. В виде всё той же комсы на входе. Комса – это комсомольский актив. Дружинники в одинаковых ветровочках, с тремя полосочками цветными на плече, с причесочками на бочок, и лицами, как у Володи Шарапова. И эти додики могли тебя и не пустить. Допустим, по причине слишком потёртых или варёных джинсов. Все иностранцы были в таких. И мы тоже стремились их иметь. Доставали эти джинсы как могли. Тёрли, варили в хлорных отбеливателе, типа иней, лебедь. А комса могла взять и не пустить. Поэтому частенько поверх джинсов для входа приходилось надевать какие-то школьные или ПТУшные штаны, которых у всех тогда было в достатке. ПТУшные даже, по-моему, выдавались бесплатно. Приходить внутрь, а на дискотеке уже эти штаны снять, и не жалко даже было выбросить или потерять. Это было в далёких 80-х. А в 2000-х этот заводской ДК превратился в частный театральный центр. В помещении кинозала, в котором развлекались психи под управлением некого целителя Норбекова. А в концертном зале этого театрального центра погибли заложники. Во время трагедии под названием мюзикла «Норд-Ост». Первого государственного подшипникового завода, выпускавшего лучшие подшипники, опыт которого перенимали даже в США и Японии. С завода в годы Великой Отечественной войны, частично эвакуированного за Урал и давшего там начало ещё двум подшипникам завода, теперь не стало. Теперь там застройка жильём и офисами, барахолка на Дубровках. И в одном из уцелевших зданий заводских цехов клуб, где на голой вечеринке Киркоровы там разные модели висли. Вот тут невольно наталкиваешься на мысль, может уж лучше те комсомольские додики в курточках с полосочками. И подшипники были бы нормальные, а не вот это вот, что я изулёк из рулевой своей колонки. Напишите, а что на этот счёт думаете вы? Разве это по вине США что произошло? Или кому-то просто надо было беречь доверенную ему страну? Обдуманно надо было относиться ко всем этим перестройкам и хозрасчётам, следить за приватизационными процессами и вороватыми руководителями, которые разворовывали и разваливали производство, вынуждая увольняться рабочих, заменяя их бесправным аутсорсом и гастарбайтерами. А помещения заводов и институтов и других государственных предприятий сдавались в аренду не пойми кому и в результате оказывались в третьих руках и или переходили ещё кому-то в виде уже просто разорённой территории. Кто-то согласится со мной, считая, что это наши чудо-руководители не справились с управлением и угробили страну, а кто-то скажет, что это всё США действовало по написанному ещё в 1945 году директором ЦРУ Аленом Даллесом плану, который и предписывал через молодёжь развратить и развалить Союз Советских Социалистических Республик. Если послушать всех компотных патриотов, то можно прийти к выводу, что план Даллеса удался благодаря исключительно нашим джинсам, Кока-Коле, западной попой рок-музыки и жевательной резинке Бублигум, как говорила тогда вся эта комса, которая в итоге и развалила нашу страну, сославшись на пресловутый план Даллеса. Небольшая историческая справка. Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Ален Уэлш Даллес не мог в 1945 году написать этот свой план, потому что ЦРУ было образовано в 1947 году, а Даллес его возглавил в феврале 1953 года. Так что всё это я расцениваю, как какую-то беспонтовую пропаганду, которую придумывают те, кто всё спиздил и хочет отвести от себя подозрения. Так это или нет, можете как-то политкорректно, но осторожно прокомментировать. Но первого государственного подшипникового завода нет. И это очень возмутительно, как и такие вот подшипники. А ещё нет и той высокоразвитой индустриальной страны, имевшей много заводов и выпускавшей большое количество самых разных велосипедов. Я хочу перечислить некоторые из них, начав с детских велосипедов для самых маленьких, с тех, которые мне больше всего запомнились, рассказав о тех, на каких я катался лично, какие были моими и что с ними стало. Выпускались тогда в Советском Союзе. Велосипеды для людей всех возрастов и любых их потребностей. Начнём с велосипедов для самых маленьких. У меня была какая-то похожая на этот модель. Мне очень нравилось наличие подножки над задней осью. Я мог использовать этот велосипед как самокат. Уже тогда мне хотелось кататься не так, как все. Очень популярны в 70-х были велосипеды «Бабочка» на колёсах, дутиках. На этих колёсах выпускались также и неплохие для того времени самокаты. По своей езде по бездорожью они могли превзойти многие современные самокаты. Велосипеды «Бабочка» и пришедшие к 80-м, им на смену моднейшие тогда велосипеды «Дружок», они были складными, а позже их стали делать и простыми, имели в комплекте дополнительные маленькие колёсики, убирая которые, детей учили кататься и на двух колёсах. У меня в 70-х был вот такой ещё трёхколёсный велосипед. На двух колёсах я тогда ещё ездить не умел, но умудрился ушатать этот велосипед тотально, сломав ему раму пополам. Её мне заварили потом на стройке. Тот велосипед хоть и мог становиться двухколёсным, но на двух колёсах я уже учился кататься на велосипеде «Школьник» Горьковского завода. Его мне купили в московском детском мире. Запомнился мне тот школьник своими серыми коричневатыми покрышками, с протектором в ромбик, как у взросликов, элегантными белыми полосками на крыльях и отвратительной задней втулкой, которая со временем имела прокруты, и на ней часто пропадали тормоза. В итоге мои агрессивные тогда езды и не вовремя отказавших тормозов рама этого школьника тоже была поломана. Так же, как и на трёхколёсном велосипеде в районе рулевой колонки. Да, и на тот момент я уже и вырос из этого велосипеда. А при покупке следующего велосипеда всё в том же московском детском мире я присутствовал сам лично. Мама хотела убедиться, что по росту мне подходит орлёнок. Тогда, во времена моего детства, многие родители не заморачивались покупкой велосипедов детям по росту. А детям было по приколу гонять на взросликах вот так. Это называлось подрамой. Потом на раме, а потом и до сидения дорастали. Но мне купили шикарный, пожалуй, лучший по качеству сборки, подходивший по росту, орлёнок. В СССР велосипеды орлёнок, как и многие другие велосипеды, выпускались несколькими заводами. Мне достался орлёнок, выпускавшийся в Литве, с шауляйским велосипедно-моторным заводом в Айрас. Повторюсь, это была лучшая сборка. Я долго и жёстко на нём катался. И в результате наступило то ужасное падение с горки, где я влетел в какую-то траншею, перелетев через руль, сильно ударился грудью, какое-то время даже не мог дышать. И на этом велосипеде опять пострадала рама. В этот раз она погнулась, образовав небольшой горб в районе опять же рулевой колонки. Вроде не смертельно, но даже везти домой его было невозможно, так как переднее колесо ушло и крыло задевало за нижнюю трубу рамы. Сняв это крыло, я повёз велосипед не домой, чтобы не выхватить там пиздюлей. Я повёз его к своему дяде. Он мужик крепкий был, и мы решили выпрямить этот велосипед. Дядя уперся ногами в педали, а руками потянул за вилку. Рама не выпрямилась, а выгналась вперёд вилка, и колесо, по-моему, даже вместе с крылом стали проходить под нижней трубой. Рамы, не задевая, её. Я так и ездил, в общем-то, на том слегка горбатом потом Орлёнке. Взрослые, конечно же, не могли не заметить моих велосипедных пристрастий, и отправили меня заниматься в велосипедную школу, где директором и тренером был ещё один мой дядя, муж сестры моей матери. Всех новичков в той велосипедной школе вначале сажали на ржавые и с трудом передвигавшиеся всё те же велосипеды Орлёнок. Но по истечению определённого времени и обретения правильных навыков езды все получали шикарнейшие, многоскоростные, гоночные и легендарные велосипеды старт-шоссе. Это совершенно иная машина. Тормоза на руле. Типа V-brake. Надо было переучиваться тормозить. Вместо покрышек с камерами. Трубы. Надо было внимательно смотреть, где едешь. Переключатели скоростей на раме. Всё было в диковинку. Но ехать на таком велосипеде было одно удовольствие. И мне удалось вдоволь в своей жизни на нём погонять. Кстати, в СССР ещё выпускалась и негоночная версия этого велосипеда. Назывался велосипед-турист. Он имел такие же примерно тормоза, был многоскоростным, но был на колёсах немного пошире, с протекторами и крыльями. Ещё одна историческая справочка конца 70-х. Это информация о велошлеме того времени. Он совсем не был таким, как современные шлемы. Не было тогда никаких пластиков, пенопластов в шлемах. Шлем был сшит из кожаных трубочек толщиной в палец и заполненных конским волосом, а позже вроде ещё и каким-то латином. Советские гоночные велосипеды Старт-шоссе имели два или три размера рам, которые подбирались по росту велосипедиста. Остальные двухколёсные велосипеды можно было разделить на четыре ростовых категории, а ещё и на дамские с низкой рамой и на мужские. Ростовые категории условно все называли это школьник, орлёнок и взрослик. И позже, к 80-м, появились универсальные складные велосипеды на небольших 20-ти дюймовых колёсах. Это Десна, Кама, Аист и потом появился Салют. Он был на колёсах от Орлёнка. Самым распространённым и бюджетным из них считалась Десна. Одним из самых первых и самым топовым среди них была Кама. А самым навороченным и дорогим был Аист Минского завода. Он продавался укомплектованным дополнительным передним тормозом, багажником и фарой с генератором. К Каме присматривался тогда и я. В Москве она очень часто продавалась в магазине спорттовары на Якорной улице в районе Коломенской. Каме тогда у меня в силу определённых обстоятельств не появилось. Но тогда у меня уже был взрослик. Мы его собрали из нескольких старых велосипедов. Рама была от велосипеда Прогресс. Все детали были собраны по чердакам и подвалам. Купили на него только новую резину и краску. Он был у меня весёленького, зелёненького цвета. Примерно такой, как эта подсветка. По поводу отсутствия у меня Камы я, конечно, грустил, но не особо. Потому как у меня был взрослик, собранный на раме Прогресса. И я имел возможность кататься ещё и на раскладном аисте своего двоюродного брата, пока тот был с родителями на югах. А потом, где-то в году 1981-1982, я занимался ещё и в секции велофигуристов и акробатики. Как раз в ДК того самого первого государственного подшипникового завода. Затем эта наша секция была в ДК тоже уже не существующего сегодня завода Серп и Молот. Там я научился кататься и делать какие-то небольшие трюки вот на таком велосипеде. Посмотрите, у него тоже есть подножки на осях, которые сейчас называются Пеги. А велосипед такой называется, наверное, Бэймэкс. Этот немножко покрупней, но можно сказать, это дедушка Бэмика. А ещё я научился кататься вот на таком велике. Его называли тогда Моноцикл. Я очень любил, когда занятия проходили в зале для балетных репетиций. Там были зеркала и главное перила, называемые станком. За них удобно держаться было, когда не очень получалось балансировать на этом самом моноцикле. А вот для занятий на этом моноцикле лучше подходил спортзал, где есть шведские стенки. Занимались мы в чешках на очень тонких подошвах, чтобы лучше чувствовать велосипед. И спрыгивать или заваливаться с него совсем было неприятно и даже больновато. Два этих последних велика моноцикла в силу своих конструкций не имели никаких рулевых колонок, а на всех остальных велосипедах стояли обычные рулевые колонки с резьбовыми штоками вилок. Это когда кольцами зажимается рулевая труба и есть возможность регулировки высоты руля. Они сейчас стали считаться менее надежными, чем безрезьбовые. Но что я хочу сказать. На всех вышеперечисленных велосипедах я ездил довольно жестко много и интенсивно преодолевая неровности и прочее. И вы не поверите, я даже не знаю точно какие там были подшипники, промо или не промо. Вроде вот когда собирал прогресс, были вот такие вот на сепараторах. Но с ними ничего такого не происходило, даже при переломе рам. Никакой россыпи я там тоже не видел. Потому как я вот честным словом не в курсе. Я не разбирал рулевые колонки, потому что даже не припомню, чтобы на них были какие-то люфты. Да и на старых моих видавших виды бездорожья, горки, лестницы и все такое, меридии и атоме, про которые я вам рассказывал в предыдущих роликах, тоже нет особых проблем с рулевыми колонками. Есть там конечно небольшой люфт у обоих, но им на минуточку более 20 лет и они продолжают кататься. А тут Ашенчик что-то взгрустнул. Зрители пишут мне в комментариях некоторые советы, которым я непременно последую. Сейчас немного покатаюсь, ушатаю эту не совсем правильную колонку, которую я собрал, одну из двух, а затем заменю якорь и подберу подшипники. Большое вам спасибо за ваши просмотры и комментарии. Подписывайтесь на канал и пишите к этому моему видео сегодняшнему тоже свои комментарии, может быть с воспоминаниями у кого какие есть. Ну и от прошлого я перейду к настоящему. Фото и видео моих новых катаний на моем новом теперь уже электрическом фэдбэке по интересным местам. Смотрите, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до следующих встреч, а вот вам мои покатушки. Музыка Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова